В Касталовском районе определили победителей конкурса Мен-Окаган-Отас-Ктап. Его главная цель вызвать у детей интерес к чтению. А чтобы еще больше замотивировать участников, организаторы еще в июле объявили. Те, кто займет призовые места, получат денежный приз. Все подробности в сюжете. Книга — это источник знаний, это погружение в мир фантазии, любви, полезной информации. Из книг мы узнаем много интересных фактов. С их помощью повышаем свой словарный запас. Конкурс Мен-Окаган-Отас-Ктап в текущем году в районе был проведен впервые. Его организовали при поддержке местного Акимата и Маслихата. А идея принадлежит работникам районной централизованной библиотечной системы. Участие в конкурсе принимали учащиеся пятых-одиннадцатых классов. Для организации досуга детей в летнее время, формирования культуры чтения, в районе был запущен большой проект. И в преддверии нового учебного года мы подводим итоги. Очень рады, что у нас много таких юных читателей. Члены жюри – известные люди, Акыны. Пусть этот проект продолжается, чтобы читателей было больше. За лето участники прочитали 30 произведений. А чтобы определить победителей, ученики сдавали тест по содержанию книг. Церемония награждения прошла торжественно. Так, по 100 тысяч тенге за занятое третье место получили Толганай Кадргалиева и Айэн Толятти. Второе место и 200 тысяч досталось Илья Сукай Сагали. А главный приз и сертификат на сумму 300 тысяч тенге вручили Жан Сае Бикет. Об этом конкурсе узнала из социальных сетей. Было много участников, соперники сильные. Я получила для себя много полезной информации. Благодарна организаторам и всем участникам. Победителей поздравила Кима района. Он отметил, что реализация данного проекта, который показал, что книги не канули в лету, а всё так же популярны, будет продолжена. Олег Великий, Колбек Акраб, телеканал АГЖАИК.